Уже как священник с 91-го года служил в Рязанской и в Брянской области до 96-го года самого. Немного времени, но мне достаточно хватило многое понять. И знаете, друзья, в 96-м году я вышел из традиционного православия, став реформатором и благодарю Бога за то. И одно из, знаете ли, одно из вот этих многих, что меня сделало реформатором, это как раз переосмысление всего пути спасения, Евангелия Христа, личности Духа Святого, личности самого Иисуса. Знаете, апостол Павел писал, 1 Коринфянам 3.11 написано, никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. А ниже, в 16-м стихе, он восклицает вопросом таким, разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет во мне. Храм Божий, а вшит кожей. Храм не из бревен, а храм из рюбер. Так мы в Руси говорили еще, говорили еще в 15-м столетии, там, Нил Зорский, Васян Патрикеев, там, Заволжские старцы, там, почитаешь, диву даешься, молодцы. Мы вот с этим откровением жили, представляете, братья, что храм Божий, а вшит кожей. Да, точно. Бог нас созидает, врождает свыше, сызного, рождает нас, и мы превращаемся в этот храм. Храм Божий, святой, братья и сестры. Да, иногда это было как долгострой, конечно, да. Иногда, я вот историю христианства преподаю в школах библейских, иногда, вот знаете, вот такие эпохи изучаешь, думаешь, ну я бы на месте Бога уже махнул бы рукой, блядь, лижний с тобой. Проще снести, знаете, вот, бывают такие вот объекты недвижимости. Проще, дешевле намного снести и сравнять все, знаете, вот так вот. Вот, и сызного все отстроить, намного дешевле и проще. А нет, Бог не такой. Даже если это все бельем поросло, и все уже, казалось бы, разрушается, знаете ли, да, и на стройплощадке там, если кто-то там с мастерком раз там покажется, зато спасибо уже как бы, на безрыбье и рак рыба. Значит, пусть хоть что-то там делается, знаете ли, вот, но, я благодарю Бога, что пять столетий тому назад на этой строительной площадке вновь закипела работа. Вышли, братья. Да, конечно, они еще были со своими там тараканами, как говорится, да, и проблемами, но они поняли, надо что-то делать срочно. Да, и пять столетий назад глянула Великая Октябрьская Христианская Реформация. Да, Мартин Лютер принял эти тезисы. Значит, поначалу было, вроде как бы, ну, переписаться и забудется, знаете ли, а нет, это было не просто Мартина Лютерова деяние, а это было Духа Святаго деяние. Когда спохватились религиозники и политики, было уже поздно, знаете ли, уже дело пошло, процесс пошел, лед тронулся, да, значит, и началось общехристианское такое, поэтапное пробуждение. И вот пять столетий уже продолжающаяся Реформация, братья и сестры, эпоха Великой Реформации. Была эпоха Великой Деградации, деформации, началась эпоха Великой Реформации, то бишь восстановление, покаяние, исправление церкви, работа над ошибками, возрождение. Слава Господу. И вот, особенно последний век, слушайте, это что-то с чем-то. Билли Грэм уже, Билли, спасибо. Тоже духи праведников, достигших совершенства, да. Слушайте, в облаке свидетелей сегодня Билли там, и там, давай, давай, давай. Вот, и знаете, действительно, много он послужил, как евангелист. И вот Билли Грэм, он говорил, что последних 30-40 лет 20-го столетия, да, 30-40 лет 20-го столетия был самый урожайный за всю историю христианства. Обратилась к Богу, говорит, приняла Иисуса Христа своим личным спасителем Господом, приняла крещение в согласии со своей верою, не из-под палки, знаете ли, не как-то еще, а как обещание служения доброй совести. Не как было там тысячу лет назад при князе Владимире и при прочих там сильных веков сего. А вот как именно библейским таким образом-то. Примерно столько же, говорит, людей за 30-40 лет, сколько за всю предыдущую историю христианства вместе взятую 19,5 столетий. А потом было больше еще. За это время, первых 15 лет, уже 21-го столетия, был отчет такой, всемирным таким альянсом евангельским опубликован. За 15 лет еще больше рекорд по всему миру. Подсчитали, туда вся информация сливается. В Атланту, штат Джорджия. Вот Южный Баптистов конференция опубликовала еще больше цифру. Что согласно Индокитая, Африка, Латинская Америка, такие дали цифры. Даже послали специально там проверяющих, ну нет ли там приписок каких-то, может быть там, ну мало ли, мало ли как бы всякое. Нет, да. Поверил. Да, на самом деле, что такие цифры крещеных. А оказалось, за этих первых 15 лет, уже 21-го столетия, превзошло и тех 30 лет, 40 лет предыдущих. Получается, что мы живем в самое урожайное время. Примерно половину всех непожителей наших с вами современники, представляете? Ну, конечно, население, конечно, выросло, безусловно, да, и в этом тоже много еще. Но, это еще одно подтверждение того, что Господь говорил, что перед Его пришествием, да, возвращением, славным возвращением, что проповедано будет Евангелие Царства всем народам, во свидетельство им. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Благодарю тебя, Господь, за ту милость, жить в это время. Ты ведь мог бы нас поселить в какие-то другие эпохи, но ты дал нам жить вместе в это время, в это удивительное время, век интернета, технологий, информатики. Спасибо тебе, Господь, огромное. Когда Слово Твое распространяется, не видно, не слыхано доселе. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благослови, Господь, народ свой миром. Благослови нас, Господь, Божий, в этой христоцентричности пребывать, взирать на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа, этой веры делиться с окружающим миром и изливать твой Дух Святой. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. И Храм Божий Святой, братья и сестры, сегодня живой человек, сегодня Дух Святой, поселяясь в человеческом сердце, он взывает к небесам. Ава, Отче, Ава, Отче. Благословляю всех вас словами благословения священнического. Взирайте на начальника веры, на Христа, нашего старшего брата, нашего спасителя, нашего искупителя, нашего друга, нашего... Все. Он наш целительный, освободитель. Поэтому вот это имя Иисус, 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 спасибо, спасибо. Благостави народ свой миром Благостави Господь сегодня Пакий Пакий Снова и снова прошу тебя Благостави Израиль, благостави Иерусалим Благостави сегодня Москву Благостави сегодня Россию Благостави сегодня все страны Народы, племена Боже всемогущий Всю нашу страдавшуюся землю Потому что ведь ты Бог Во Христе Примирил с собою ведь этот мир Спасибо тебе Господь И дал нам слово примирения Боже Евангельское слово спасения Спасибо Благослови Давайте встанем Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благослови народ свой миром Благослови Господь По богатой своей милости Всецело уповать на тебя Пусть благодать и милость твоя умножатся В поздании Господа Иисуса Христа Благослови Благослови церковь свою Преображающуюся в твой святой образ Слава тебе за все Драгоценный Господь Бог наш Аминь Аминь Аплодисменты Ну что Шалом Хаверин Мир вам, друзья Мир вашей сердца И мир вашей дамы Мир вашу во всякую ситуацию Аминь И давайте мы благословим Поднимем руки И благословим Пастора Сергея Всяким духовным благословением Что Господь Приготовил Аминь 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 Отче наш сущий на небесах Благослови Своего возлюбленного сына Благослови всяким Благословением Как в небесах Так и на земле Господь пусть Во все свои Во все дни своей жизни Он никогда Не познает ни печали Ни зла Ни горя Господь пусть Его уста будут наполнены Силой И славой Будет говорить И будет принято Помашь Его руки Будет возлагать И будут люди исцеляться Господь просто Своей силой И действует через него Мы благословляем его Его семью Его детей Его детей В детях детей Господь пусть Твоя благодать Никогда просто не отходит О чем Бог не помыслил Везде видел бы Руку Божью В исцелении В обеспечении В слове В видении Везде Господь Его сопутствовал бы Господь Мы благословляем Благословляем Всю его жизнь И мы благодарим Господь тебя За его сердце За его верность За его честность И преданность Тебе Господь Благословен Я верю Ишпаха скажет Аминь Аминь Давайте В самом себе Это Бог говорит Что он в самом В себе Произведу Одного Нового Человека Это евреи И все остальные Но так написал Господь Так гласит Писание Аминь Господь Просто Он сочетал себя С этим народом Вы представляете Но это Не проповедь Простите Секундочку Но это Дух Во мне говорит Просто Сам Господь Подняв руку Он говорит Мне некем Клясться И он Аврааму Говорит Этот поступок Авраама Он должен Нам необходимо Чтобы он был У нас в сердцах Чтобы Господь Глядя на нас На нашу жизнь Подняв руку Сказал А ныне и вовеки Я Бог Авраама Бицхарка Якова Он сказал Такие слова Раз ты сие Сделал Для меня Вот так точно Наша жизнь Чтобы Господь Глядя на нас Сказал Раз ты Свою жизнь Предоставил Для меня Отныне я Твой Бог Аминь Вот И у нас община Она Родилась Именно сегодня В этот праздник Так что у нас еще Более вот такой Весомый Родилась Еврейско-мистианская община В церкви Три года Нашей общине Три года Мы родились Наши год Так что Поздравляю всех Поздравляю церковь Поздравляю общину Я верю Что Господь Будет чудесами И знамениями Сопровождать Свою церковь Свою общину Своих Исправных Так Написано Аминь Не отмажетесь Приходите Все Что ждем Спасибо Всех с миром Кто хочет чай На третьем этаже Там Передовой Комнате Среду 12.00 Парк Кузьмин